всем привет с вами витяк вячеслав вчера сыграл очень интересную партию начиском с мистером оба ховским да и давайте покажу эту партию она интересная и в дебютном плане и в принципе по содержанию получился такой своего рода триллер и так давайте перейдем в доску для анализа сделаем большой экран и начнем d4 конь f6 c4 c5 здесь я как правило хожу d5 да но вот в этот раз решил сыграть поспокойнее в принципе не пожалел конь f3 cd конь d4 конь c6 g3 и фрс b6 надо сказать что эта позиция ну наверное вообще не встречалась в моей практике я конь f3 играю крайне редко здесь я сыграл конь b3 вроде как естественный ход последовал ход конь e5 здесь я начал понимать что возможно просто не выйду из дебюта ничего страшного пока не произошло но здесь я больше чем уверен нужны точные дебютные познания и уже здесь я по сути применил новинку я посмотрел в базах таких партий не встречалось я сыграл конь c3 последовал ход ферст c6 и здесь я пошел и 4 но ходить f3 мне не хотелось своего рода какое-то отступление там все равно на c4 пешка может упасть поэтому смело и 4 единственное что я посчитал что на конь e4 я могу сыграть снэпом конь d4 так как конь c3 нехорошо из-за конь c6 конь d1 и конь e5 и здесь конь на d1 погибает да но понятно что черные не обязаны бить на c3 они сыграли ферз g6 здесь наверно сильнейшая за черных был ход ферз c5 да и тоже такая интересная геометрия конь e4 и ферз d4 но на ферз d4 понятно конь f3 и у нас вилка черные отыгрывают ферзя и остается с лишней пешкой ну и по сути у белых наверное нет компенсации да ну понятно что ферз d4 наверное бить не надо но все равно объективно наверное перевес на стороне черных да но вот последовал ход ферз g6 тоже весьма такой творческий ход пешки нету что-то надо делать я сделал активный ход конь d5 и последовал ход e6 вот так вот просто черные отдают ладью естественно я дал шах на c7 король d8 конь бьет а8 да и вот посмотрите на позицию она весьма оригинальная черные без закировки у черных не хватает целой ладьи на данный момент да конь на краю доски но но все-таки ладья из ладья да но последовал ход слом b4 шаг приходится ходить король e2 и в этой позиции черные сыграли ферз h5 и это не сильнейшее продолжение выход с движение был ну по сути два хода сильнейшая наверное это ход b6 а есть еще более агрессивный ход b5 но вот вроде как в анализе я установил что бы 6 объективно до по 6 объективно сильнейшее продолжение и давайте приведу примерные варианты могли возникнуть очень красивые на самом деле а3 слон c5 f3 слон b7 до черных под боем еще одна фигура но они смело продолжают атаковать слон g2 слон бьет а8 и слон е4 да и вот здесь казалось бы трудно поверить у белых лишняя ладья повторюсь целая лишняя ладья но ученых очень мощные фигуры и они все активные это ладья да ну давайте я вам покажу на 1 она по сути не чувствуется сильнейшая здесь конь f3 и слон c2 еще один сильный ход он бьет е5 ферзь бьет h5 шаг очень важный промежуточный ход даже 4 понятно последует ферзь е5 и здесь по сути надо ходить конь f3 слон d1 ладья d1 получается вот такая вот позиция с нестандартным соотношением материала позиция крайне интересно но вот по оценкам шахматных движков у черных перевес в столбик да минус плюс но мне кажется на самом деле не все так плохо если белый успеет наладить взаимодействие фигур то я думаю оценка позиции не выйдет за рамки райц да но в партии конечно такие красоты не случились последовал ход ферзь h5 и на f3 черный убили на g3 hg ферзь h1 король f2 h5 да здесь был еще один довольно таки красивый вариант можно было дать шаг на h2 и после слон g2 очень неожиданная и красивая геометрия черные могли сыграть слон е1 то есть на ферзь е1 последует ход конь d3 шаг на король е1 последует ход ферзь g2 здесь вообще непонятно кто играет на победу да но все таки сильнейшая за белых это ход король f1 и здесь вот после слон g3 объективно на стороне белых все таки перевес да черные сразу мать не ставят здесь сильнейшая за белых f4 тоже переходя в контратаку да и здесь объективно перевес на стороне белых но все таки это было вполне возможное решение здесь все не так далеко не все так просто да но пару партий последовал ход h5 тоже кстати довольно таки идейный это вторая линия шахматных движков дальше последовал ход слон f4 конь g6 да вот это вот уже наверное не сильнейшая слон c7 король е8 и дальше я покажу партию быстро все таки времени было мало и у меня и у соперника здесь конечно было много и ошибок и неточностей до поры до времени мы играли в принципе на уровне вот когда пришло время уже ощутимого цейкнота пошла вот такая вот заруба да здесь уже по сути мы играли в жутком цейкноте да вот буквально уничтожение материала с обеих сторон да ну и вот все таки у соперника упал флаг на сорок первом ходу да ну понятно это не типично но не будем забывать что дебют был крайне сложный и вообще позиция конечно таких позициях даже в классику разобраться сложно не то чтобы там по три минуты да значит скоби да но еще раз вернусь к дебютной стадии вот ночная схода конь c3 да по сути моей новинки непроизвольные на естественно не знал что это новинка довольно таки интересные события развивались дальнейшем до своего рода триллер я надеюсь вам понравилась данная партия подписывайтесь на мой канал всем спасибо за внимание и до новых встреч